Всем привет! Сегодня мы говорим про школы. Вообще в целом про школы в США и о том, что вообще происходит в Salt Lake City. Я обо всём об этом знаю не понаслышке, потому что у меня 7-летний ребёнок, и уже к этим годам мы сходили в три школы. Вот, поэтому сегодня поговорим обо всём, и некоторые спрашивают вообще, что происходит у нас здесь со школами. Ну и, конечно, это в первую очередь рассчитано, наверное, для тех, кто занимается какой-то внутренней такой миграцией внутри США, переезжая из Калифорнии, Нью-Йорка, в Utah, в Salt Lake City, что у нас здесь вообще происходит со школами. Ну что, давайте, поехали! Значит, в целом, ну, все прекрасно понимают, что никто здесь 11 лет, как у нас, в одну школу не ходит. Здесь есть как минимум три, а то и четыре различных таких подгруппы. То есть всё начинается с киндергардена, это куда дети начинают ходить там с трёх-четырёх лет иногда. То есть это, по сути, детский сад. А бесплатных детских садов здесь нет. Все сады, они только платные. Я не рассматриваю различные, так скажем, субкультурные какие-то детские сады при каких-то там Goldman Sachs'ах или там каких-то малоимущих слоёв населения. Мы говорим о среднестатистическом конкретном среднем классе. Вот коим я являюсь. Соответственно, если вы хотите ходить в детский сад или в какие-то подготовительные группы, будьте готовы за это платить. И это не значит, что если вы хотите заплатить деньги, то вы точно туда пойдёте. Здесь всё тоже в таком вот прекрасном, в кавычках, порядке. Здесь либо лотереи, либо очереди. То есть ты приходишь, хей, ребята, вот моя тысяча долларов, хочу, чтобы мой ребёнок ходил к вам. Нет, подождите. Вы сначала заявку. Если у нас есть места, то окей. Но обычно все места эти разлетаются просто вот так. И это одна из проблем здесь, то, что очень большая нехватка вообще детских садов нормальных, школ и всего прочего. Но обо всём по порядку. Соответственно, да, в киндергарден вы можете отправить ребёнка, потом он идёт в elementary school, так называемый. Это с 5 до 11 лет туда ходят дети. Потом идёт middle school. Это с 11 до 14. И потом они с 14, да, там 16-17 лет ходят в high school. Вот такое разделение. И эти все три или даже четыре школы, как правило, могут быть все разные. То есть ребёнок не учится все 11 лет с одними и теми же людьми. В целом все школы и все учебные заведения, они разделяются на две категории. Это бесплатные, то есть паблик. И это платные, частные школы, private schools. Мы были и в тех, и в других. Я начну по порядку. Я буду говорить сегодня о трёх школах, которые находятся в Salt Lake City. Это Challenger School, это Madeleine Choir School, and Beehive School. And Beehive School, да. И Beehive School. Итак, Challenger — это одна из самых лучших частных школ в Salt Lake City. У нас по городу есть несколько кампусов, и мы туда ходили в preschool, то есть когда Еве было 5 лет. Это школа, которая, когда ты туда приходишь, складывается ощущение, что ты не то, что не в Америке, а вообще где-то в Азии. Потому что я бы сказал, что расовый состав учеников этой школы — это приблизительно, наверное, 25% — это китайцы, 25% — это индусы, 10-15% — это наши страны, и немного американцев, так скажем. То есть это один из... На самом деле, как бы, ну я в этом вижу хороший знак, потому что всё наше постсоветское пространство, китайцы и индусы — это те люди, которые считают, что инвестиции в образование — это просто гарантия твоего светлого будущего. Они готовы платить такие деньги, они готовы инвестировать в это, и поверьте мне, эти дети, китайские, индийские, они очень серьёзно подходят к обучению. Ну не они сами, но их родители, и там очень серьёзная конкуренция. Мы туда ходили один год в preschool, и Ева до сих пор, то есть она там с 5 лет, сейчас ей будет уже 8, она до сих пор помнит то, чему их там учили, и некоторые вещи, чему их там учили, они только сейчас проходят в школе. То есть это очень серьёзная подготовка, это очень серьёзная математика, это так называемый паблик спикинг, когда людей, детей учат разговаривать, делать презентацию, разговаривать что-то, на какие-то темы вести дискуссию, выступать перед классом, что-то анализировать, их учат выступать и доносить свою точку зрения. И это как бы один из обязательных предметов вообще паблик спикинг. То есть у них серьёзная языковая подготовка, серьёзная математика, серьёзные IT-классы и паблик спикинг. Это по сути то, на чём держатся вот такие основные столбы этой школы. Вот. Очень всё чётко, очень всё конкретно, с каким бы ты работником ни поговорил, будет прекрасное чёткое понимание ситуации. Они не спамят всякой фигнёй, об этом мы поговорим дальше. То есть это, конечно, офигенная школа, и она одна из самых дорогих. На сегодняшний день мы хотели в этом году опять в неё пойти, но получается сама школа стоит 1200 долларов в месяц, и школа это подразумевается, что ребёнок у тебя там получается с 8, там 30 до 2, 30 или до 3 часов. Если ты хочешь ещё так на продлёнку, потому что удобнее забирать после работы, ещё нужно доплачивать порядка где-то 300 долларов. Итого, челленджер у нас получается полторы тысячи долларов в месяц за одного ребёнка. Скажу по нашему опыту ещё раз, школа офигенная. Некоторые говорят, что, так скажем, да, там растят каких-то задротов без социальных навыков, но сейчас, как бы, не то, что сейчас такие времена, а по моему разумению, что быть умным всегда хорошо, хоть тогда, хоть сейчас. Я вспоминаю свою школу, это отдельный был разговор. Вот, поэтому челленджер, это, конечно, прям топ, но и топ по деньгам тоже. Это первое. Вторая школа, в которую мы пошли после челленджера, это была Мэдалин Куайр Скул. Как мы её называем, это такой институт благородных девиц. Это католическая школа, и кто бы мне если сказал, что мой ребёнок будет ходить в католическую школу, то есть мы люди сами по себе вообще не религиозные, здесь такая история. Но решили попробовать. Эта школа, она находится в даунтауне Salt Lake City, она находится в старых там 100-летних зданиях, находится в старых 100-летних зданиях рядом с католической церковью, то есть всё это такое представляет собой такой архитектурный школьно-церковный ансамбль. Вот, очень классно. Там одно вот ощущение, когда туда приходишь, знаете, есть такие места, в которые как бы вне зависимости ни от чего хочется бывать там, вот приходить, прогуляться, парк, церковь, всё такие нарядные, все хорошие, у всех специальная школьная форма. Ну, то есть красота, то есть нам это очень всё понравилось, плюс там есть музыкальные уроки, скрипка, пианино, они ходят, поют церковный хор, если я сейчас найду видео с предыдущих лет, то есть тоже вставлю. Ну, просто приходишь такой, просто кайф. У них, значит, какие, значит, поговорим о плюсах и минусах. Значит, о плюсах, да, офигенный локейшн, офигенное такое комьюнити, потому что ты прям чувствуешь, что с родителями ты как-то вот классово и идейно близок, и мы до сих пор общаемся, мы уже два года туда вот как бы не ходим, нет, год мы туда не ходим, и мы до сих пор дружим и общаемся там с теми детьми, родителями, очень хорошее такое комьюнити, то есть это классно. Вот, сама по себе школа, то есть, ну, все окей, сейчас как бы в деталях расскажу. Из минусов то, что очень такое, какой-то вялый менеджмент, они очень много спамят, поскольку эта школа такая религиозная и еще и с артуклоном, мы можем получить какое-нибудь письмо там, сегодня наш директор написал вот эту вот поэму, пожалуйста, хотим ее поделить, хотим поделиться ей с вами. Такие, ребята, ну серьезно, вы и так по пять, по шесть писем в день присылаете там о том, об этом, о пятом, о десятом, и еще поэму давайте почитаем. Ну как бы, ну серьезно? Вот, это вот из минусов. Потом еще один из минусов, то что там заставляют заниматься волонтерством, то есть мало того, что ты заплатил за эту школу, эта школа стоит, я сейчас объясню об этом, расскажу об этом поподробнее, вот, но то есть ты заплатил деньги, и тебе говорят, слушай, чувак, а еще было бы неплохо, если бы ты бы там сколько, двадцать там часов, по-моему, в месяц, пришел бы и поволонтерил там на каком-то мероприятии, или еще на чем-то. Мы, надо сказать, ни разу этого не делали, потому что, ну, я сразу как бы объяснил, я еще тогда контрактором был, говорю, ребята, я как бы, у меня нет выходных таких, вот у меня нет каких-то часов, когда я могу там, хей, я пошел волонтерить, и мне никто ничего не скажет, сейчас я могу этим заниматься, а тогда как бы я просто не могу к вам прийти и потратить там три-четыре там часа в день, кто мне за это будет платить, как бы, извините, ну, это просто непозволительно. Так вот, ну, это вот из минусов. Значит, что касаемо оплаты, там поинтереснее, так скажем, что касается финансовой стороны, там есть, значит, такой график, когда заполняешь этот аппликейшн, ты рассказываешь о всех своих доходах, и в зависимости от того, сколько вы зарабатываете на семью, сколько у вас детей ходит в эту школу, вы попадаете в определенную там точку на графике, и можете получить, допустим, скидку. Если вы там не зарабатываете миллионы какие-то в год, то есть до всех этих инфляций и всего это стоило для нас 800 долларов в месяц, что как бы было достаточно как бы недорого, и мы решили пойти туда. Ходила Ева туда тоже один год, у нее были эти музыкальные классы, у них было два учителя в классе, это еще один из плюсов различных частных школ, что, допустим, класс не очень большой, то есть класс может быть там 14-16 человек, и на этот класс у тебя два учителя, то есть один там рассказывает одно, вернее, один рассказывает одним, другой рассказывает другим, они как-то там перехватывают. Нет вот этих дурацких подмен, когда один учитель не вышел, тебе присылают какого-то совершенно левого человека, который не понимает, кто вы, что вы, как вас зовут, что вы проходите, это вот с чем мы сейчас периодически сталкиваемся в бесплатной школе, и этот день вот просто можно выбросить в таком случае. Так вот, Мэдлинг Вайер Скул, то есть в целом нам, конечно, там нравилось, но немного нас это все поддостало. Мы как-то непонятно, значит, что вот они как бы там какие-то требования такие, ну как бы сделал, молодец, не сделал, не молодец, Ева там две недели не делала домашнее задание, и нам никто об этом почему-то не сказал, все вот как-то там, ну вот знаете, там вот домашнее задание было бы неплохо сделать, ну как бы, ну в чем дело, ребята, но если она не делает там второй-третий день, ну позвоните, скажите, как бы вместо стихов лучше вот пришлите о том, что, знаете, ваш ребенок не делает домашнее задание. Домашнее задание это тоже отдельная тема, я сейчас об этом поговорю. В общем, мы так решили, что с этой музыкой, как бы у нее там пианино, у нее скрипка, это все надо посвящать этому время. Мы уже так сырой посмотрели друг на друга, ну что, мы какого-то там пианиста или скрипача будем растить? Ну да, мы очень музыкальные люди, но я хочу вот эту музыку как бы естественным путем в семье иметь, а не просто стоять там с палкой и гонять ее с этим пианино, со скрипкой, опять-таки, не самые простые инструменты. И в общем, это как-то все наслоилось одно на другое, плюс вот этот менеджмент эти бесконечные, их какие-то вот эти вот письма, какие-то просьбы, какие-то движухи непонятные. И в общем, мы такие решили, давайте, наверное, с этой школой все. Как-то что-то вроде все так классно, нам очень все нравилось там, но как-то небольшое разочарование, что ли, наступило с этим всем. Ладно, сказано, сделано. Мы закончили тоже Медлен Куайр Скул и решили, значит, пойти в бесплатную школу. Давайте сэкономим денег. Все равно сейчас как бы пока там раннее вот этот весь элемент Рискул, да, как бы нормально, как-то все будет. В общем, в этом году, ну то есть в прошлом, мы решили пойти уже в бесплатную школу. Такие, давайте уже сэкономим деньги, посмотрим действительно, что в бесплатных школах происходит и что к чему. Ну, сказано, сделано. Нашли, значит, мы этот BeHive School. Вот. У них в этом году это первый год, когда они делают элементы Рискул. То есть они построили новое здание. Ну и то, что построили, сориентовали. Вот. Но у этой школы есть, так скажем, история успеха с High School. Я тоже позже расскажу об этом. Вот. Мы подали этот аппликейшн, нам сказали, все, ребята, приходите, объяснили всю эту историю, что, знаете, мы вот первый год, у нас вот такая вот история, мы еще как бы такой стартап. Мы такие, окей, ладно, давайте. Ну что ж, пришли мы в эту школу, да, убедились, что это такая настоящая школа, потому что частные школы, это очень маленькие такие здания, или вот они там при церкви, или ну что-то такое небольшое, совершенно вот карманное. Вот. Здесь ты приходишь, это настоящая школа огромная, с коридорами, с этими ящиками для своих вещей, с этими классами. В общем, прям такие эгеге. Я говорю, Ева, вот так школа и выглядит. Иди. Вот. Ну, в общем, по поводу BeHive, да, это третья школа, это бесплатная школа. Поехали. Что же там? Ну, там, конечно, стартап в чистом виде. То есть, найти крайних, что вообще происходит, что к чему, очень сложно. Какой-то небольшой такой хаос у них происходит. Но мы готовы это пока все терпеть, потому что это все бесплатно. В целом, там что-то происходит. Мы видим, что у них есть классная вот эта вот high school. Как бы там очень разноплановая такая публика в плане детей и их родителей. То есть, если я до этого говорил, что вот Madeleine Choir, ты видишь как бы классовую какую-то принадлежность, то здесь такое очень все разношерстное. И все, я так понимаю, тоже экспериментируют. Потому что мы говорили тоже с родителями в этой школе. Кто-то пришел тоже из челленджера, потому что решил не платить. Кто-то там в силу еще каких-то причин. Вот. И, в общем, мы на это все так посматриваем. И у нас, конечно, там есть очень-очень много вопросов. Ну, например, первый момент. Нет домашнего задания. Нам прям так учительница и написала. Домашнего задания не будет, потому что на основании последних исследований было сказано, что давать детям домашнее задание, только их портить. Мы такие, ну как бы окей. А учительница у нас тоже девочка 24 лет. Такая бодрая, веселая. И мы такие как бы, ну окей. То есть я не сторонник, допустим. Я в этом отношении такой старовер. Ребенок должен чем-то заниматься. Иначе ребенок приходит домой и начинает заниматься чем? Всякой фигней. Поэтому такие, ладно, мы с этим что-то придумаем. И я сейчас тоже расскажу, что мы с этим придумаем. Вот. Очень есть какие-то неприятные ситуации у наших, допустим, друзей, которые тоже ходили туда. Они в итоге оттуда ушли. Потому что некоторые их проблемы, так скажем, не решались на уровне руководства этой школы. То есть как бы иногда прям подмывает взять и уйти оттуда. С другой стороны, ты как понимаешь, тогда плати сразу деньги. Или ищи какую-то другую школу бесплатную. Но они все очень далеко от нас находятся. И в общем мы вот как-то так вот между этим всем балансируем. И ситуация такая очень как бы непривычная для нас. Да, то есть помимо того, что мы третий раз уже за три года меняем школу. К этим ко всем школам так или иначе есть вопросы. К тем школам, к которым вопросов нет. Там есть вопросы финансовые, где тебе надо платить деньги. И в общем я даже не знаю, как дальше будет складываться вся эта история школьная. Я, наверное, могу сказать одно, что ближе к high school куда-то мы, наверное, точно переключимся на какую-то частную школу. Потому что я считаю, что окружение оказывает грандиозное влияние на формирование молодой личности. Но пока, наверное, мы походим в бесплатную в эту школу. И посмотрим, как у нас с этим всем получится. То есть мы точно не хотим все эти скрипочки пианино. У нас это и все дома есть. Челленджер, да, мы хотим теоретически, может быть, позже, но там надо платить. Ну а вообще, конечно, идеи какие в целом по школам, да? То есть я так прошелся по трем школам, да, в Salt Lake City. Значит, особенно для переезжающих и вообще какие идеи в целом. Многие действительно переезжают из-за школ. Я имею в виду даже внутри города. То есть они переезжают, давай вот купим дом там, где хорошие школы. Казалось бы, какой-то нонсенс. Но это правда. В Salt Lake City, я сейчас покажу на карте, откуда готовилось нападение. Все школы сосредоточены на восточном фронте. Так скажем, вот все хорошие школы с рейтингом A+, A, они находятся на востоке. И это, вот вы видите сейчас на карте, то есть на весте, на западе нет ни одной школы с положительным каким-то топовым рейтингом. И это, к сожалению, американский замкнутый круг. Как это все работает и как это происходит. Чем богаче район, тем больше люди там зарабатывают, тем больше они платят налогов, тем больше денег из этих налогов идет на содержание школы, на ее обеспечение, на зарплату учителям и поддержание всеобщего благоденствия. И это никак нельзя сломать, никак нельзя нарушить, никак хакнуть. Это так устроена капиталистическая, так скажем, система, где живут самые богатые, там самые лучшие школы. Если мы перемещаемся в западную часть города, вот в весь индастриал, вот эти все какие-то там не очень благополучные районы, там школы будут с рейтингом 1, 2, 3 и прочее. И с этим мы, по сути, и столкнулись здесь, вот где мы купили дом. У нас совершенно новый район, да, то есть вот этот микрорайон, где мы тут живем, его не было, его построили два года назад. Что по школам? Я начал, когда проводить какое-то исследование, я, конечно, ужаснулся, что школ здесь как бы нет. Ну, вернее, они есть, но своего ребенка ты туда не отведешь. У нас есть школа, до которой идти 3 минуты пешком. У нее рейтинг 1,9 из 10. То есть, когда ты открываешь, то здесь основным критерием успеха школы, да, является то, как сдаются тесты в итоге, ну, так скажем, как сдаются выпускные экзамены. То есть, по тестам там полнейший провал, по учителям там полнейший провал, по какой-то там... А, еще, какие основные, вот я даже себе записал, столпы, по которым меряют, это academics, то есть это то, как они сдают экзамены, тесты. Это teachers, учителя, то есть, насколько укомплектован штат, какие вообще учителя, какого там ранга, да, и всего. Это спорт, это спорт, соответственно, участие во всяких соревнованиях, всем прочим, ну, как обычно без школы. И главная скрепа американского общества — это diversity, это насколько у тебя разношерстная публика в этой школе. Так вот, у меня здесь одна школа — это elementary school, куда бы могла пойти Ева, и другая — либо middle, либо high school. Тоже пять минут пешком, когда я их смотрю, то есть, по всем составляющим academics, teachers and sports, там просто, ну, провал. Там один, два, максимум три рейтинга из десяти, и один рейтинг, который только там приближается к восьми-девяти, это diversity. Это значит, что у тебя там, по крайней мере, с точки зрения всех национальностей, будут все. И именно за этим мы и ходим в школу. Вот, поэтому мы такие посмотрели и, конечно, сказали, ну, как бы по собственной воле я, конечно, ребенка в такую школу не поведу. А самое главное, когда ты читаешь отзывы, и американцы жалуются, что в этой школе происходит там какой-то буланьк и все прочее, ну, это просто вообще совершенно хоронит эту всю идею о какой-то там бесплатной школе по соседству абсолютно. Вот, поэтому вот такая беда. Да, у нас тут как бы такое соседство тоже, я не могу сказать, что у нас какой-то тут богатый зажиточный район, и то, что у нас тоже тут какие-то трущобы, нельзя сказать, но он такой спорный, потому что у нас здесь есть социальное жилье. Неподалеку это, значит, те люди какие-то там иммигранты, беженцы, которых там расселяют, я их периодически вижу. Вот, есть богатые совершенно люди, есть вот такой вот наш комьюнити, которое совершенно такой молодой средний класс. Поэтому есть вопросы, потому что когда ты, допустим, едешь на Уэст, ты понимаешь, что да, там местами просто жесть. Когда ты едешь на восточную часть города, ты понимаешь, такое хо-хо-хо, здесь дома начинаются от двух с половиной миллионов, и как бы, чувак, ты пока тоже туда билет себе не заработал, поэтому если ты и хочешь туда возить в школу, то, пожалуйста, садись и дуй там полчаса в эту школу, как бы, это, это американская такая вот реальность, вот эти вот. Я не знаю, конечно, как у нас сейчас с этим всем происходит, потому что мои все представления о школах, они тоже самые свежие из них, там, 25-летней давности, да, и сейчас я не знаю, как там, в регионах особенно, то есть, наверное, есть свои беды и проблемы, и вряд ли все тебе родители скажут, хе-хе, да все, у нас отлично за школами, давай только в путь. Везде это, конечно, такая небольшая головная боль для родителей в первую очередь, поэтому, как бы, очень это острая такая тема. Следующие еще какие мысли? Конечно же, для нашего человека и в нашем понимании здесь нет единого стандарта обучения, то есть, не то, что там каждый штат или каждый город, каждая школа, по сути, поступает так, как она считает нужным. У них вот такая программа, они дают домашнее задание, они не дают домашнее задание, у этих католики, у этих музыка, у этих мальчики, у этих девочки, в общем, все, все очень запутано, и ты, по сути, вот выбираешь просто, как листая брошюру, о, вот это нам подходит, ну, пойдем посмотрим, что там показывают. Вот, конечно же, опять, есть и бесплатные школы хорошие, в которые практически невероятно попасть, невероятно сложно попасть. Есть частные школы, которые в основном, конечно, хороши, вот, но они требуют капиталовложений. По поводу домашнего задания тоже все разнится, кто-то дает, кто-то не дает, это порой вообще зависит от учителя. Но, как правило, в платных школах это поставлено на какие-то рельсы, то есть, какой-то контроль все-таки происходит, потому что я слышал вот истории от наших друзей, которые живут здесь давно, и чьи дети ходили в бесплатные школы, и когда уже дело доходило там до 10-11 лет, да, ребенку такое, а вы, что вы сегодня проходили, а я не знаю, а вам что-то задали, а я не знаю. Ну, прекрасно, да, то есть, для нашего, как бы, разума это, ну, просто какая-то немыслимая история. Потом, опять, если говорить о каких-то общих стандартах, да, то есть, вот, допустим, сейчас у Евы в школе, у них нет, допустим, в классе окон, то есть, для меня это тоже нонсенс, я вспоминаю наши какие-то госты, окно должно быть там слева, должен падать свет, там, вот это все доска, как бы, ну, вот это в целях вот там безопасности. При этом это огромная школа, да, большая, все классно, большой класс, все классно оборудовано, миленькие там стульчики, проекторы, макбуки, айпеды, то есть, ну, как бы, нас это подкупает, все такое новое, все, но нет окон, ну, вот в некоторых классах, да, и как бы, а как же так, как бы, вот, вот тоже есть, как бы, вопросы к этому, ко всему, и это тоже такая вот философская притча, то есть, как бы, ну, это хорошо или плохо, да, вот, как бы, ну, это по-другому, То есть, вот есть макбуки, но нет окна, да, вот, как бы, непонятно, в общем. Что мы, значит, решили, как компенсировать с домашними заданиями, какая история, то есть, и вообще как-то с учёбой. Ну, то есть, у меня с Евой вообще есть договорённость, мы просто идём в магазин, она говорит, мне скучно в школе. Она, ну, и по мнению, там, учителя, да, одна из топовых, там, учеников, говорит, мне скучно. Говорю, окей, пойдём в магазин, купим тебе книжки, какие ты хочешь. Вот она и проходит сейчас у меня все, там, основные предметы, да, письмо, там, какая-то математика на следующий уже год, то есть, на третий класс. То есть, она во втором классе проходит сейчас на третий. Вот, она делает задание, в награду получает, там, планшет, потому что, как бы, планшет — это такая привилегия за что-то, вот, там, сделай что-то, получишь. Вот мы таким путём идём. Ну, и самый такой ещё момент — мы пошли на кумон. Для тех, кто не знает, что такое кумон, это японская такая школа, которая базируется на двух предметах — на письме и на математике. Она такая повсеместная мировая практика, вот, то есть, японцы держат эти школы, ты приходишь, договариваешься о какой-то программе, её тестируют, и, соответственно, вы приходите два раза в неделю туда на занятия, можно чаще, можно реже, ну, вот, мы решили два раза. Они решают, там, какие-то задания, они какие-то выполняют, там, таски, и это всё проверяют, и дают очень много домашнего задания. То есть, дают какую-то книжечку такую небольшую на сто страниц, ты должен к следующему разу это всё подготовить. То есть, японская такая тема — это ты должен, как бы, количественно много делать, чтобы выучить что-то. Ну, наверное, есть в этом какой-то смысл у этих школ, как правило, это не школа, как такой клуб, вот, у этих, за деньги, конечно же. Вот, стоит это, в нашем случае мы плачем, плачем, платим и плачем, да, 300 долларов в месяц, соответственно, ходим туда 8 раз. Там, по крайней мере, всё чётко, конкретно структурировано, уровни, тесты, домашнее задание, проверка, и всё это по такому кругу. Вот эти все, там, японские преподавательницы, без всяких вот этих ужимок и прыжков, такие все чётенько-чётенько-чётенько, в чём-то это мне напоминает такой советский подход. Вот, поэтому мы ходим туда. Да, есть ещё у нас тут всякие тётеньки реально советской закалки, такие уже там 60-70-летние, которые реально занимаются репетиторством, там, не знаю, физика Перельмана, математика и все дела. То есть, к ним реально ездят домой, и они там прям вот с таким вот, с начёсом в платье преподают какие-то вещи. Может, мы до этого тоже дойдём, вот, ну, если кому-то нужен такой прям советский хардкор и образование, тоже здесь доступно, за доступные деньги, но это только в частном порядке. И многие наши русскоговорящие ходят к этим тётенькам и занимаются. Как бы, тоже есть такой вот вариант. Вот, поэтому, вот, в целом говоря, да, подводя итог, здесь, конечно, выбирать приходится где-то с компромиссами, где-то без компромиссов. Вот, я рассказал об этих трёх школах, про бесплатные школы это вообще бесконечный разговор, здесь только надо, мне кажется, как по каким-то рекомендациям от друзей, товарищей, знакомых. По платным школам я могу сказать, что да, Challenger это, наверное, номер один, потом у нас здесь есть Waterfront Academy, вот, тоже одна из самых топовых школ. Ну, и как бы их, наверное, тут вот три-четыре школы, которые у всех на слуху, Challenger, Madeline Choir, Waterfront, ещё, может быть, там что-то, которые, да, ты гарантированно получишь какое-то качество, но за это качество нужно платить. Тем более, за последний год, вот, после ковида с инфляцией цены очень здорово взлетели на это всё дело. Поэтому тут как бы выбирать вам, если есть какие-то вопросы по Salt Lake, я готов на это, на всё ответить. Вот, и ещё есть один, конечно, момент, это, а летом-то что ребёнок делает, да, то есть каникулы? Что делать во время летних каникул? Во время летних каникул будьте добры пойти в Summer Camp, так называемый, то есть это в летний лагерь, в который тоже, как и везде в Америке, хрен попадёшь, то есть надо вот в 12 часов открывается аппликейшн этот, где можно там подать свои документы, вот, практически в 12 ночи надо подавать, потому что в 8 утра вы проснётесь и будет sold out, как обычно. Да, есть различные лагеря, некоторые школы иногда делают какие-то у себя летние лагеря, есть там, допустим, University of Utah делает какой-то свой лагерь, мы ходили вот два года подряд, есть здесь испанцы, ну, испаноговорящие, так скажем, да, мексиканцы, кто они там, они держат летний лагерь с арт-уклоном, называется Arte Premiero. Плюс этого лагеря в том, что он на целый день, то есть с 8 до 5, и у них каждый день есть какая-то программа, то есть у них есть свой автобус, их возят в музей, их возят на хайк, их возят купаться, их возят в планетарий, в общем, какие угодно там, не знаю, 20 там активностей есть вот в пределах Сотных Сити, вот их там это, каждый месяц по ним катают. Это очень здорово, то есть, потому что ребенка надо выводить куда-то гулять, лето, родители работают, мы не можем, как бы, там много гулять только вечером, соответственно, это пока один из самых таких приятных, приятных опций, то есть, потому что, знаешь, что они будут заняты, и еще весь прикол в том, что там половина старой банда из ее Мэдлинг Вайерс Клуб, он что-то тоже близко к Даунтауну, тоже туда ходит, поэтому она приходит, хе-хей, здравствуйте, мои забытые друзья. Вот, наверное, в этом году, может, тоже туда пойдем, но еще посмотрим, то есть, это стоит сейчас у нас сколько получается? Порядка где-то, наверное, 800, 750, по-моему, долларов в месяц эта вся история стоит, но как бы, а куда деваться, особенно, когда ты здесь без дедушек, без бабушек, без родственников, к сожалению, это тоже одна из таких вот проблем, которые решаются вот таким путем. Опять-таки скажу, бесплатных каких-то опций их практически нет, то есть, ты должен быть какой-то там, не знаю, обездоленный, ну, то есть, какая-то такая вот социальная группа, которой ты не принадлежишь, да, ты можешь получить какую-то там опцию. Да и то даже, когда мы ездили, смотрели какие-то дешевые там эти лагеря, да, еще что-то, ну, просто иногда заходишь в это помещение такое, ну, я не знаю, каким надо родителям быть, чтобы вот захотеть ребенка вот туда отдать. Ну, просто иногда это, ну, просто какой-то ужас, там, эти дети какие-то валяются на полу с соплями там, ну, ну, как бы нет, уже извините, вот, мы лучше доплатим, я хочу видеть каких-то счастливых, умытых детей, прилично одетых, хочу видеть приличных родителей и, как бы, потому что у меня тоже есть в этом интерес, я хочу там общаться с родителями, мы ходим там в какие-то бассейны куда-то, то есть, все классно, и ты понимаешь, что у тебя, как бы, такая очень своя какая-то тусовка, потому что, ну, как бы это там, не знаю, высокопарно не звучало, но вот иногда ты просто видишь этих людей, такие, ну, как бы, ну, что у тебя с ними общего, ну, как бы, ну, вообще ничего, то есть, они живут где-то там в своей вселенной, вот, поэтому такая история, то есть, мой совет всем, кто хочет куда-то записаться, куда-то попасть, приличные какие-то места, вот, смотреть, когда открывается окно, портал, там, не знаю, мы принимаем ваши там заявки с 23 апреля, там, апреля, вот, значит, 22 апреля в 23.59, держите руку на низком старте и заполняете все эти applications и все прочее, потому что, ну, это просто, да, здесь жесть, это, как бы, не знаю, видимо, спрос очень сильно превышает предложение, вообще, все, что есть хорошего, оно все разлетается, как пирожки, все хорошие summer camp, школы, рестораны, концерты, то есть, пока ты там что-то думаешь, надо, не надо, там уже люди сидят и знают, которые им надо, они знают, как, и все уже без тебя там, без тебя уже подали все документы, вот, поэтому имейте это в виду, и особенно, как бы, ну, Salt Lake, сам по себе, да, это 200 тысяч человек и здесь, как бы, очень мало таких опций, что, знаете, открываешь, у тебя тут 40 вариантов, куда ребенка пойти на лет, нет такого, у тебя этих вариантов, там, не знаю, в лучшем случае, там, 10, а из них хороших, там, 3, вот, так что вот такие дела, это было сегодня про школу, у кого есть какие вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите, буду рад ответить, в общем, спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok